Приветствую вас. Ситуация, конечно, очень неоднозначная, и я думаю, что работать с ней нужно в определенных плоскостях, в нескольких плоскостях, я бы даже сказал. И первое, о чем я хотел бы вам дать понять, это то, соответствует ли поведение мужчины с этой женщиной, его ценности. Иными словами, попробуйте сопоставить то, как мужчина ведет себя сейчас с ней, да, с этой женщиной, и то, какие у него ценности, какие у него взгляды, какие у него установки у вашего мужа, я имею ввиду. Постарайтесь вот об этом подумать. Это, как бы, такая первая и довольно важная вещь, потому что видит чилист. Мужчина может поступать в принципе, так как он считает нужным, и действительно поддерживать эту женщину, действительно как-то высказывать ей слова поддержки, при этом объективно не видя в этом ничего плохого. Но это справедливо будет только в том случае, если у него действительно такие ценности, если у него действительно такие взгляды, что он вот, вот, вот он может, вот он может поддержать человека. Вот он может это сделать. Если действительно может, тогда это нормально, и не доверять ему, на мой взгляд, никаких причин нет. Именно, 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 как бы, вот, с его стороны, то, что у вас с вашей стороны идет недоверие, я это понимаю. Но с его стороны, то, что причин не доверять ему нет, это однозначно. Следующий важный момент, это момент, связанный с тем, насколько у вас, например, могут быть развиты проблемы в отношениях. То есть, условно говоря, есть ли у вас какие-то проблемы, может быть, неудовлетворенности, может быть, вот эта вот ваша идеальность отношений как раз-таки и является самой по себе определенной проблемой. Ведь объективно, ведь объективно, идеальных отношений не бывает. И объективно, если мужчина, как вы говорите, ведет себя идеально, то это, что это значит? И это значит то, что мужчина, скорее всего, не позволяет себе, именно, не позволяет себе с вами проявить какие-то свои, ну, недостатки, какие-то свои, может быть, минусы и так далее. А эта женщина, может быть, принимает в нем то, что, по его мнению, не можете принять в нем вы. Ну, вот такая, немножко, может быть, мудреная ситуация, но, тем не менее, тем не менее, это, мне кажется, вполне имеет место быть, может иметь место быть, если у вас, как вы говорите, идеальные отношения. Ибо идеальных отношений все раз повторяю, не бывает. И в этом случае вам можно было бы порекомендовать, подумать над тем, а вот что вы не принимаете в своем мужчине, что вы, может быть, отказываетесь принять, или боитесь принять, или, может быть, вам тяжело принять и так далее. То есть, подумайте, вот на эту тему, она, на мой взгляд, достаточно важна. Далее, конечно, я думаю, справедливо то, что вам написал мой коллега, я думаю, что он написал вам по большому счету правильные вещи. И, ну, конечно, вопрос заключается в том, будете ли вы прислушиваться к нему, или нет, это уже вопрос вашего выбора. Во-первых, если вы своего молодого мужа любите, если вы хотите быть с ним, то вам нужно в первую очередь думать о том, как вы можете сделать его счастливым. И изменить свое отношение вам нужно, в принципе, к возможности, к факту измены. То есть, измена, измена, вот то, что вы видите, то, чего вы, может быть, боитесь, то, чего, может быть, вам неприятно и так далее. Измена – это свидетельство определенных обстоятельств в жизни человека. Ну, в том числе, ваших обстоятельств, в том числе. И если это произойдет, то возникает вопрос, на мой взгляд, вполне логичный, а что в этом для вас, лично для вас страшного? Если мужчина вам изменил, значит, у него на этом были причины, и если вы, с одной стороны, хотите сделать, и хотите, чтобы он был счастлив, то измена означает, что с вами он здесь счастлив и до конца. Если он, например, совершает измену, но, например, жалеет об этом, да, это предательство, но у этого предательства всегда есть определенные причины, и эти причины вы можете с ним обговорить и, собственно говоря, речить вместе, будете ли вы дальше жить с учетом этих самых причин или нет. Если же мужчина, например, вам изменил, но при этом совершенно не раскаивается, значит, это человек, к сожалению, тот, в котором вы ошибались. То есть, в действительности, это не ваш человек, в действительности, это немножко другой человек, но вы не видели в нем его силы ряда причин. И, опять же, в этой ситуации не нужно, этой ситуации, точнее, не нужно бояться, потому что она обладает, что просто рядом с вами не ваш человек, и все. Но это нормально, в этом нет ничего такого, другое дело, что вы можете бояться, вы сами можете бояться, например, остаться одна. Или, например, вы можете бояться того, что изменится ваше представление о себе же. Отсюда могут быть определенные проблемы, понимаете? То есть, это уже, как вам сказал мой коллега, проблема, кажется, касается напрямую у вас. И работать нужно с вами. И здесь я его поддерживаю в том, что нужно понять, почему вы развелись с предыдущим мужем, проанализировать отношения с ним. Далее нужно все-таки рассмотреть, как вы воспринимаете себя саму, в первую очередь себя саму, как вы воспринимаете, как вы видите себя сами и так далее. Насколько вы уверены в себе, насколько вы знаете свои, например, положительные и отрицательные стороны, вот такие вот вещи, их обязательно нужно с вами обсуждать. Ну, просто потому что это необходимо для анализа, для анализа вас. Далее, как бы возникает вопрос, вы почему своему мужчине не верили, не верите в том, что он действительно может человека просто поддерживать? А также, почему он развелся, то есть, почему у него второй брак? Тоже вот такой, на мой взгляд, очень важный момент, важный аспект. Вот. Вы спрашиваете, помогите, как быть? Вам нужно работать в большей степени над собой, над самооценкой, вам нужно работать со своими страхами, и я думаю, что вам нужно пересмотреть значение для себя своего мужа. То есть, вот, то, что вы распечатываете его, манки, то, что вы следите за ним, это все вы делаете для себя, потому что боитесь его потерять, боитесь потерять своего мужа. Возникает вопрос, а откуда страх, страх потеря, почему вы боитесь потерять его? И некоторые намерки на ответ я увидел уже в вашем сообщении, где вы пишете о том, что мы идем в бок о бок, строим планы вместе и так далее. Из этого я могу сделать вывод, что мужчина в некоторой степени вас определяет, может быть. И вот именно в силу того, что человек как бы вас дополняет чем-то, вы боитесь его потерять, потому что с его уходом уйдет то, что делает вас всеми. А иными словами, речь идет о самодостаточности, иными словами, речь идет о том, что мужчина вам нужен для чего-то. Да, ведь если вы его любите, если вы хотите, чтобы он был счастлив, то очевидно, что его измена будет восприниматься именно как неудовлетворенность его. И как сигнал для вас о том, чтобы вы что-то делали для того, чтобы этой неудовлетворенности не было. Если мужчина раскаивается о том, что он сделал, и если вы хотите, чтобы он был счастлив, то чтобы сохранить семью, нужно доверять словам человека. Чтобы доверять словам человека, нужно понимать, какой вред вам может нанести то, что это может быть неправдой, и работать уже с этим вредом. Потому что именно вредом, именно негативные последствия, например, от его вранья, являются причиной, почему вы испытываете подобные переживания, и у вас появляется мотивация за ним следить. Именно негативные последствия. А доверие само по себе основывается на том, что вы человеку раскрываете в себе такого, что может или не может нанести вам ущерб. И вот доверие здоровое, это доверие такое, когда человек раскрывает все, что не может нанести ему вред. Вы с ним, потому что вы его любите, вы с ним, потому что вы хотите делать его счастливым, вы с ним, потому что вам нравится проводить с ним время. Но если вы получите доказательства от того, что он другой, а эти доказательства, они будут независимо от того, следите вы за ними или нет. Это будут разные следы на одежде, это будут какие-то изменения в поведении, это будут изменения в сексуальной жизни и прочее. То вы просто поймете, что человек больше не с вами. То вы не делаете его счастливым и вам нужно уйти. Но вот в этом и заключается суд ответа. Что мужчину вы переделаете, вы переделаете вряд ли. А вот отношение свое к этому иметь можно вполне. А далее можно, в принципе, пойти немножечко в лабанг, например. И пригласить своему мужу такую, ну скажем, идею. То есть получается, что ты, говорите вы ему как бы, помогаешь он командой. Он скажет, да, вот помогаю он командой. Хорошо, тогда могу ли я, то есть вы, что-то сделать для того, чтобы ей тоже помочь? Согласитесь, это адекватная реакция ваша на то, что ваш муж старается помочь больной женщине. Если он действительно помогает ей, то он, я не думаю, что откажется от вашей помощи. Просто потому, что это будет органично сочетаться с тем, что делает ОГО. Ну а если там есть что-то другое, то вот тогда, как конечно, я думаю, что он откажется от вашей помощи. И это будет одна часть, что мы скили к ней личный интерес. Начинаете действовать именно в том порядке, в каком я вам сказал. Начинаете мыслить именно в том порядке, в каком я вам поздрав с дневницией ситуации. Потому что, не говоря на то, что мой коллега безусловно прав, вполне возможно, что причина того, что случилось у вас, не то чтобы не в этом, она может быть и в этом. Просто основания для того, чтобы она возникла, эта причина, могут быть не обязательно те, которые указал мой коллега. Могут быть другие. Другие причины могут быть. И вот именно об этих других причинах я и рекомендую вам подумать. Ну опять же просто потому, что очевидные причины вам назвал мой коллега уже. И как бы нет смысла говорить о том, что он вам уже сказал. Вот, я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Если вы действительно боитесь потерять своего мужа, если вы действительно не можете справиться со страхом того вреда, который вам может быть причинен в результате измены, то это вам нужно работать с психологом на протеянной основе в резюме приватной беседы. Потому что в рамках ответа на вопрос нельзя дать вам полную рекомендацию о том, как сохранить семью. Потому что даже в этом портфиле, в портфиле сохранить семью есть важный момент. Для чего? Для чего вы хотите сохранить семью? Чтобы что? Подумайте об этом. И если появится желание выбирайте эксперта на нашем ресурсе и начинайте с ним работать. Ну а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!